Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, всё как всегда, и сегодня, как ты понял по названию первого ролика, мы будем покупать номер по цене Rolls-Royce, поэтому желайте приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере свой личный промокод Эван, вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс, давай на права и работай на свою мечту. Знаешь что, прикупил я себе номерок, который я ещё хотел купить в мае, но ничего не вышло, я вам сто раз рассказывал, это когда я ещё собирал свои старые номера в старых роликах, можете посмотреть, есть в плейлисте Смотра Рейдж на канале, вот. И всё-таки пришлось мне этот номер купить, без него никак. А какой номер и как это было, это было достаточно весело и грустно в один момент, можете посмотреть прямо сейчас. Я сейчас буду покупать грёбаный номер за 5... Я хочу, я хочу, я хочу, аккуратно, аккуратно, хотел сказать 50 миллионов, не, до такого ещё абсурда не дошло, но я дойду, потому что там такие номера остались. Фэлл спил, привет. Ты понял, как мы будем производить сделку вообще? Я не понял, комиссия сколько будет, 2,5 ляма или сколько? Нет, комиссия будет лям с хером. Ну, смотря, я так понимаю, от какой тачки... Так, предлагаем обмен, выбираю пункт номерной знак и выбираю этот номер. Я выбираю в себя тачку, которую хочу. Ебануться. Бля, 2,7 сотых, охуеть. И чё? Чё-чё? Бля, это дорого выходит? Бля, не, ну это пипят. Ну, тогда надо искать админа, чтобы он тебе передал дом, либо какого-то чела, чтобы он тебе дал дом, ты купил жигу, снял номера и тогда скинул мне. Бля, на 2,7 сотых, это же бред, полно. Ну, короче, надо искать сейчас админа, давай напишу. Возьмёт он там, наверное, чё-то. Или может вообще такое быть или нет. 2,7 сотых, ебан... А раньше, смотря, был обменный номер, лям. И всё. И то это считали много. Сейчас я уже был согласен на этот лям, а не 2,7 сотых. Ну, это же бред. Мне, блядь, с этого придётся 500 тысяч потратить, чтобы снять наживку. Ну, да. Ну, я не хочу ничего тратить, бабки никакие. Ну, придётся. Давай-то 25,500. Не, ну это уже, ты шо? Ну, блядь. Мы договорились за номер 25. Ну, договорились, что я получу 25, но я ничего тратил за это. Мы не договорились, что ты получишь. Я сказал 25. Потому что мне плохо как бы на этот номер, я просто тратиться сейчас не собираюсь. Ну, ты хочешь продать и не тратиться. Подумаешь, ты тратишь всего лишь 500 тысяч, которые ты можешь отыграть 5 часов, крутануть рулетку и забрать эти 500 тысяч обратно. И я не собираюсь ничего тратить бабки вообще. О, привет. Тут можно... Дело такое. Дом в аренду можно взять? Ну, это на ваш страх или... В плане? В плане, да. Ну, типа, мы не страхуем, если бы это. Ну, что может... Да. Типа, если кинут, ты же увидишь. Не, именно у вас кого-то там за какую-то оплату возможно взять в аренду. Я нашелся здесь. Сейчас поедем. Нашел дом? Да. Надеюсь, на видео у меня так не фризит, потому что это капец. Я еще лет доехал 3 километра. Здравствуй. Здорово, здорова. Это чей дом? Это моего друга. Вот, короче, на вот этого человека нужно дом скинуть буквально 10 минут. Мы перекинем номера, я куплю номера и приедем. Да, конечно, надо номера снять, у меня минус один. Скинь там за сколько? 10 тысяч, если что. У меня все равно откат записывается. Так, все. Все, пока, пацаны, спасибо, да? Да, давайте, пацаны, да. Да жди тут, я еще приеду. У тебя нету тачек, да? Так, просто сейчас, блин. Сколько это гаражей? Мм? Сколько это гаражей? Четырех должна быть. Ну, посмотри, автри. Ну да, все, понял. У тебя тачек нету, на которые можно перевесить? Ну, у меня есть вторая. Какая у тебя тачка? Ниссан, 186. Ну, я понял. Короче, едем покупать джигу, у тебя на руках день есть. Бля, у меня же мест нет. А, уедет, мне еще мопед свой придется продавать. Пишет, недостаточно парковочных мест, купите дом. Автри, что у тебя? Количество мест, два из них свободных, ноль. Два места, свободно, ноль? Да, да, да. Поехали пока на этот. Или ты сейчас намучишь? Поехали. Тогда этот. Дом, говорят, есть он. А, ну все, в ней в грамме. Ну и снова здравствуйте. Здравствуйте. Это второй уже дом, да? Не, не, ну сначала, получается, он мне сейчас его продаст. Ммм. И мы поедем на следующий. А, тогда пусть он мне скинет. У меня просто ноль мест сейчас. Я не хочу мопед продать. Тебе дом продать? Да, скидывай мне, а потом крану там. Че там, пирожки продают? А, у вас уже есть квартира. Ладно, понял. Крану тогда давай. Придется мопед слить. Ладно. А, хотя зачем? А, ну да. Да, придется. Тюк. Передал, да? Да, да, спасибо всем. Всем спасибо всем, пока. Кое, пока. Давай, если тебе будет дом. Боюсь, я реально голос этого на Ковалевского похож. Всем привет, с вами снова я, Ковалевский. Сегодня... Не, не, я тебе говорю, реально похож. Че, куда едем, пацаны? Ну, задуман. Видос писать. Да, по Радмиру. Че, ебанутое, что ли? Нам еще придется заехать в этот... На слив. Мне надо мопед слить. Скутер, да? Да. Такой тысячу кубовый. Ну, заблани Ковалевский сделать, я реально говорю тебе поверили. А я помню чисто ради рофла подбежал к пацанам. Ляне Ковалевский. С вами снова я, Ковалевский. И там это... Пацаны такие, ну понятно, саундфад. Я не могу, реально похож. Ты заметил еще в серии с бананом? Не говорил, а теперь прям реально. Видос, лучшая тачка для дрифта. Да. Диска, конечно, брэд. Ну, типа, блин, дрифт. Я решил сюда поставить спорт. Диски такие. А ты это еще не заколхозил, это еще нам. А я его чисто стоковое ставил. И собака в багажнике галкает. Че он там с палетки едет или че? А он пока не отвечает на че-то башка. О, пролетел. Это называется, вспомнили. Встречаем с караваном. О, у тебя все знакомые на чарджерах катаются? Ну, так получается. Здравствуйте. Здорово. Фига, эльф новогодний. Надеюсь, скама не будет. Попытка номер ту. Так, все. Поехали в автосалон. За скамили мамонт. Короче, кран садись за роли, а ты у меня фризит пипец. Короче, давай в автосалон жиг сейчас. На правой и по прямой. Вот, и после жиг едем в металллом. Не знаю почему, но это какой-то такой веселый кваст. А зачем я ушел? Ладно, покурить чисто. Че там взял? Все, да. Поехали, короче, в металл. Короче, а сколько я на нем? 448, 247 тысяч. Я его покупал за сколько? За 320 или с чем? Мы тут сливаем. А, да? Че пропало? Сейчас опять всех, пацаны, тачку нужна. Начинается. А, жига с номером. Так, че, выбирать номерный знак? Ну, ты же на живу кинул номер? Да. Ну, знаешь, живу предлагай. 277. Личные, сколько? 25 лямов. 25500. 25500, ладно. Это пиздец. Это пиздец. Поехали, дома дадим. Ну, было два выхода. Либо подставить пацана, чтобы его забанили, я купил бы его с ГОСа за 8. Что почти нереально. Либо купить за 25500. Как он мне еще деньги за жигу не потребовал? Я еще в шоке. Все. Че, ну все, давай, старый пацан. Ну, давай. Пока. Астро, спасибо. Да, благодарю. Обращайтесь. Обращайтесь. Куда путь держим? Банкоманта. Поехали. Сегодня я твой личный шофер. Мне возить, сам говорит. Че там по Баблинскому осталось? Ну, я думаю, надо Ковалевскому как бы сотку перевести за суету, что он мне как бы помог. А бензинчик ему чисто там его дрифтовый гелик. Можно вообще написать? Так, надо 103 перевести. 103, окей. 3, 133. Не пойму комиссии. Подожди, 103. Если 103 переведу, то 910. Окей. Благодарю. Окей. Ну, в принципе, не стоило. 24 ляма. С 50. 5. Купил потом банан. Допил 50 лямов. Пиздец. Давай хотя бы ему кроссовки какие-то закину. Не знаю, мне нажал как. Босс. Подожди. Ща, подожди. Я еще Жигу даже не спамил, пацаны. Я не хочу даже на нее смотреть. Так, знаешь что? Вот. Черный, серый, фиолет. Вот, заебись. Мне не жалко. 0%. Братанчику. Кран. Продать. Игроку. Кран. Один. Все. А это что такое? Носить будешь? Да в смысле, продал бы кому-нибудь. Да ладно, не жалко. Ты же продать вроде можно. Считай меня Дедом Морозом. Под Новый год тебе новые кроссовки. Ну, блин. Подожди, а что это? Все, давай, принимай. Нормальный. Черный, с фиолетовой подсветкой. Ноль износа. Даже не видел. Ни хрена. Вроде норм. Я ожидал немного другого. Ну, ладно. Короче, да. Сделка сегодня вышла в 260. О, пьеду 260. 26 лямов. 100 тысяч. И кроссовки, которые еще там где-то когда-то стоили 300. Потом 150. Сейчас они 100 или 80. Короче, да. Короче, пипец. Короче, да, пацаны. Горбаченко, спасибо за шапку. Конечно, такая уже поношенная. Ну, да ладно. Купил я Жигу вот эту. Пришлось мне все-таки купить. У меня, как бы, гелик на 97 регионе. Точно такие же номера. И на 77 Жига. Пришлось все-таки купить это на 77. Ведь мы собираем коллекцию. Нам всего лишь осталось 0.01 на 77 и 0.07 на 77. Всего лишь. Звучит как что-то нереально. Потому что они стоят прям вообще по оверпрайсу. Хотя 0.07 я мог купить. Но не вышло. В итоге вот эта Жига. Это можете сказать, что это Rolls-Royce стоит вот перед вами. Вот реально. Вы можете спросить, Аван, а что ты будешь весить эти номера? Пацаны, пока что не знаю. Есть предложение повесить, просто поменяться номерами. Чтобы на Жигу стали такие же на 97. А на гелик на 77 стали. И Жигу с этими номерами продать. Так что можете писать мне в личку, в АК. Либо в описании в комментариях. Может с вами договоримся. По цене на вот этот номер. Может я хз, может я потом еще ебанусику выкуплю всю 97 коллекцию. Ну в принципе она там все. Вот такой вот видос вышел. Все кто были в ролике, вам большой привет. Отмечайте в комментариях. Не забывайте подписываться на канал. Ведь наша зала 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Остался всего лишь один подписчик. До 3,5 тысяч. Скорее всего на следующей неделе выйдет конкурс. Так что да, давай подписывайся. Нажимай обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И всегда смотреть их первыми. Поставь лайк. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Ну а с тобой я была. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи пацаны. И всем пока-пока.